Чуваша вместе со всей Россией скорбит по жертвам пожаров в Кемерово. Число погибших там выросло до 64 человек. В нашей республике по сравнению с тем же периодом 2017 число пожаров выросло на 16%, а погибших стало больше на треть. Такие цифры, конечно, вызывают беспокойство у сотрудников МЧС. Об этом рассказал журналистам начальник Чувашского главка генерал-майор Станислав Антонов. Как говорят в МЧС, в этом году на первое место среди причин пожаров неожиданно вышла неправильная эксплуатация печей. Бывали выходные, рассказывает Станислав Антонов, когда горели по 10 бань. Сейчас сотрудники МЧС начали работать не только с жителями частных домов, но также с производителями и продавцами печного оборудования, чтобы и они доводили до людей максимум информации. На втором месте среди причин пожаров неосторожное обращение с огнем. Возгорание по вине курильщиков в этом году произошло на 40% больше, чем в прошлом. Недавно был в городе пожар, мы об этом знаем, когда курук сбросили с верхнего этажа, и он залетел на балкон ниже стоящий и привел к пожару. Завтра по всей Чувашии снова завоют сирены. Пройдет плановая проверка системы централизованного оповещения населения. Сигналы «Внимание всем!» прозвучат в 10 и 10.30 утра. Но, например, жители новых микрорайонов их не услышат. Там громкоговорители не установлены. А во многих городах и селах эти системы не работают, потому что пришли в упадок. Разрабатывался проект. Единственное, что он требует огромного количества средств. Там 240 миллионов, 249 миллионов. Это неподъемная ноша, в общем-то, для республиканского бюджета. Поэтому поэтапно, потихоньку муниципалитеты на своих территориях, в частности, вот Новочебоксарск провел определенную реконструкцию. Думаю, что такими вот мелкими шагами освежим всю нашу систему. Огорчает спасателей еще и то, что некоторые жители начали нетерпимо относиться к сообщениям, которые рассылает МЧС, например, об усилении ветра. И строчат ведомство жалобы. В последнее время это стало уже тенденцией, говорит Станислав Антонов. Мне потом приходят жалобы, вы меня своими этими вот сообщениями задергали, у меня вот уже нервный срыв, я не могу спокойно жить. Я объясняю, что вычеркните меня из этого списка. Мы ему говорим, вы понимаете, вы нас в списках и не состоите, вы являетесь оператором, вернее, пользуетесь услугами оператора там такого-то. А он прислал мне у него список порядка 10 или 12 номеров. Это все мои, говорит, номера телефонов. Я думаю, где же он их носит, там 12 аппаратов, ну ладно. При этом не предупреждать людей в МЧС тоже не могут. Говорят, в случаях, которые могут обернуться чрезвычайными ситуациями, лучше проявить повышенную бдительность. Ольга Петрова, Никита Углев, Вести, Чебоксары.